Так, у нас сейчас продолжится еще одна экскурсия, пока мы ждем. Это я снимаю вот проспект Саратовский, это у нас консерватория Судно. В одном из моих видео я уже это все показывала, хотела рассказать про этот фонтан. Он у нас называется Светомузыкальный фонтан. То есть он обычно переливается разными цветами, но не днем, а вечером, это когда ночью, и играет музыка. Обычно это в вечернее время проходит. Ну а здесь находится Саратовский государственный аграрный университет, один из его филиалов. Не филиалов, а здание, сельскохозяйственная, большая академия называлась. Но вообще раньше, до революции, здесь была церковь, насколько я помню, был собор. Потом был снесен и уже построили здание и сделали в университет. Все, сейчас мы уже поедем снова по саратовским местам, известным историческим. Это целармония. Ее сейчас реставрируют, она сгорела. В городе был большой ульвар с двумя цветниками и английским сиром. С парильонами закушали мельчевыми ложечками мороженое. Олеи, засаженные сиренями и липами. Сейчас поля не велика зелёная слава. Построенные витераксами. Также свои юные годы сделали из глядь наш первый филонавт, это Юрий Алексеевич Гагарин. Ветхи с кумыслиболянки воздействовали кумы и развивали... Велосверки. И развивали по стаканчикам. То есть именно здесь горожане... Еще одно красивое заняло. Это гостиница новая. Сейчас мы будем проезжать, это дом офицеров. Итак, плитки с кумыслиболянами привозили кумы и разливали по стаканчикам. То есть именно здесь горожане могли попробовать этот необычайный напиток. Здесь у нас есть такая табличка, написанная 1941-1945 год, располагался его как госпиталь. Так, и еще табличка из здания коммерческого собрания. Памятник. Издание коммерческого собрания, 1864 год. И тут мы ездим в все эти здания. Вокруг этого нашего известного парка Липчев. С этой стороны у нас парк, а с другой стороны у нас здания. Как уже сказала моя коллега Лена, сюда привозили кумыску возле поляны. Люди, надеюсь, могли попробовать этот необычный напиток. Далее... Усадьба начала 20-го века. В начале 20-го века, с 1908 года, в основе Липчев начало менять освещение керосинового лампу. Это все, что мы ездим вокруг этого парка Липчев, в центре. В 1908 году появилось новшество. Это была электрическая реклама, которая рекламировала торговые фирмы и демонстрировала Харсима Третьяковской беременности. Это действительно было достаточно серьезным прорывом в то время. И сегодня городской сад Липчев – это одно из красивейших мест нашего города, которое занимает 4,7 гектаров площадь. Сейчас мы с вами будем поворачивать на улицу Волжскую и следом на улицу Соборную. И с левой стороны от вас, сейчас прямо на уху перекрестка этих улиц, вы можете видеть серое здание. Это отскопняк мухомола Шмидта, который был быстрен в начале 20-го столицы неизвестным архитектором. Сдержанность деталей, аристократив в орнаменте, смелая компоновка объемов, а также крупная пластика и динамичная симметрия массы здания – все это характеризует один и тот же дом. Вообще, нужно сказать, что Шмидта являлся одним из известнейших людей Саратов в свое время. Он был из числа немцев по Волжии, которые появились в Саратове в 18 веке. Это было связано с имени Георгиев-Дерина II, которая сдала манифест. И, собственно, немцы начали заезжать с Саратов. Сначала они жили на окраине города, но потом, после одного из крупных пожаров, во время которого сгорела немалая часть армии Саратова, немцы перебрались с окраин города на одну из центральных улиц. Это проспект Кирва, о котором Лена уже говорила. И раньше он ходил на два дни в детской городе. Это здания, которые сочетают с себя большое количество различных видений. Это и трех профессионалов, и рационализма, и чистые модели. Это все мы проезжаем по старой части города Саратов. Это все центральные. Дом Мировича, в 19 веке. В этом здании располагалось в свое время Александр Соряк, в 20 веках, здесь располагался в 20 веках, в 20 веках, в 20 веках. Вообще, можно сказать, так же, что Лена Саратов, особенно в годы Великой Отечественной войны, очень славился своими лечебными базами, что связано с новичьем медицинского консердитета. В городе Саратове, в городе Саратове, и большим количеством уделений за врачей, которые сделали невозможное, и выказали бойцов на фронт. Это все старые городы, в моем городе Саратове. Это очень старые городы, очень старые городы. Также, под фронтом, в городе Алексея Марковича Сальго, это бывший дом Шмидта, то есть, на своем месте, уже там Няк Шмидта, это бывший дом Шмидта, и была она построена в 1892 году. Возвращаемся снова на Московскую улицу. И сейчас мы с вами поворачиваемся на улицу Московскую. Это одна из дальнейших улиц Саратово. В прошлом это центральная улица, если не прошлая, сейчас она даже является центральной улицей. Назовная она Московская, это первоначальное ее название, которое сохранилось и до сих пор, потому что здесь проходил город на Московскую поездку, собственно, улица здесь не получила отременное название. Также нужно сказать, что это одна из самых прямых улиц Саратово. Она делает лишь небольшой поворот в районе улицы Оксавольской. И говорят, что если в ясную погоду встать у основания улицы, то есть в районе Северной площади, то даже можно увидеть очертания железнодорожного вокзала, если вы можете потом как-нибудь проверить. А теперь мы с вами продолжаем движение по улице Московской. И сейчас несколько интересных сторон, и также на этой улице мы с вами увидим. В частности, вот дом номер 45, улица Московская и Саратово. И сейчас она меня носила название улица Гимнатическая. Примечательно с тем, что в 893-799-х годах здесь жила праздник-описательница Маркович. Ее свидание был Марк Молчук. Возможно, кто-то из вас читал. Ее произведение знает о ней. И многие ее, так скажем, произведения вышли здесь, в Саратово. И вот мы с вами проехали еще одно здание по улице Московской, дом номер 43. Оно было построено в стиле русского бассицизма с колоннами и босиками по фасаду. В советское время это дом использовалось как жилое помещение. И сейчас она знает по различным областям. Также с правой стороны вы можете видеть здание, построенное в 1871 году в 11-м году в окружной зоне. В 1890 году этот дом, подбегающий узаск, который у нас находился на дворе, приобрел собственность приехавший в Саратов грамм Анатолия Неселеводы. И в советское время там размещался дом ученых. На данный момент здесь находится дом работников искусств и соуки. И сейчас мы с вами будем приближать к месту, достаточно также примечательному, на улице Московской. В 1850 году мы с вами сейчас увидим. Это один из фрагментов памятника Александра Второго, который предшествовал памятник Александра Второго, который символизировал все прогрессивные деяния, которые начинал великий фрагмент, и потом... Это монумент к первой ученице. В 1937 году и вот один из его прагментов памятник первой ученицы. Он на фрагменте сейчас находится здесь, его перенесли отсюда, с территории третьей советской больницы. Также вот там с первой ученицы небольшое красное кирпичное здание. Это была первая резиденция Деда Аркадьевича Столыпина, когда он с семьей переехал в Саратов. Здесь Сидиат Столыпина прожила первые несколько месяцев. Далее сейчас мы продолжаем операцию о неравищественной женской и нашей с вами несветной инфляции. Сейчас мы с вами с левой стороны от прагментов подъезжаем к зданию Александра Уральской железной дороги. Это его красное кирпичное здание, которое также построено по проекту, уже известного нам Алексея Марковича Салько. Алексей Маркович Салько это здание называет его лимитинной песней, то есть одним из красивейших зданий, которые он проектировал и которые были построены именно по его проекту. Оно было возведено в 1909-1905 годы и было закончено по строительству в 1914 году. А на самом верху этого здания вы сможете увидеть часы, которые уже более ста лет отсчитывают время. Это здание, оно и не последнее, является одним из крупнейших в городе Саратове, и одним из красивейших, то есть такой узнаваемый достаточно стиль Алексея Марковича Садко. Если вспомнить вот здание Возьмой Школы, здание Тома Швистова, здание 4-го улице, которое стоит на пересечении улицы Черныши, Ратищева и Немосковской, 4-х этаж здесь в городе Садко. То есть стиль очень старый. С правой стороны от вас также один из главных архитектурных памятников в нашем городе спятый Троицкий и Центральный Сабор. Он является одним из известных и из различных памятников культуры, оригинальный стиль, в котором он построен название Штепская барокко. Это Терпение Московская барокко. Строительство этого знаменого забора было начато с трестами с 1695-го года, а заканчательная отделка перешла в 1725-е годы. Нужно сказать, что архитекторы из-за них есть и те, которые производят в этом соборе все договорят, потому что его стоят были в Крым. В этом находится здание Саратовского областного музея Крым и Ленин. Первоначально это было не единое здание, это было два отдела здесь у нас был женский монастырь. Когда его снесли, вот эти ворота не смогли снести. и далее оно было уже изменено и в 1812-м году был разработан проект отдельно стоящих строительных улиц, стала нынешняя улица Ярмонова, как бы уже становится понятно, она проходила в 1926-е строительство и создание в 1828-м. И мы с вами вынимаемся на улицу Аркаполь. Статина Александровича Леетина родилась 12 февраля 1892-го года. И как пишет он сам, что «Жестейная моя судьба» срочно связана в Саразе в Афракии. И поэтому не удивительно, потому что и как я логично. Логично мне нравится то, что в Саразе есть музей к сайту Константина Александровича Песина. Сейчас вот с левой стороны выводите чуть-чуть повыше желтые здания. Это как раз-таки здание, в котором находится музей Песина. Сама построена это память в 1842-15 веках. Это одно из старейших зданий, которое сохранилось в Саразе в нашем мире. Музей был создан на основе одними писателя, который был перед Александр Саразом дочерью великого писателя не на сайте. Нужно сказать, что музей на сайте он был участок на сайте в Киево в Киево он учебный пределит в Киево в Киево и, в Киево в Киево в Киево Вернувшись, увидел большие старинные окна школьного коридора, и обусловленные запорные голова, амбады, сейчас из-за ее взлета в рамках и в професах. Детский человек смотрел этот коридор, и когда делался здесь нашим воздухом, как раз физически, снижившись в данных формах его детства. И во многих произведениях, кстати, в среде использовался разный материал. И, раскрывая его романы, читатель встречается кто со старых человеческих, кто снова с наразовым. И пока у нас продолжает учение монтажа, сейчас мы вернем на то, что хотелось бы сказать о том, что Каратов – это город, который дал немало знакомых, немало из сердца людей, всему миру и всей России, в данном числе. Это все просто. И различные знания, здесь есть. Обещайте все. О, мы тут не проедем, наверное. Ну, продолжим, пожалуй, нашим обществом. Нужно сказать, что в Саратовской опыте это просто в итоге у батареек, у черного цвета, а также широкой средств политики. То есть, следующее, ребят, трюковь стримка, Борис Гермонс, Вечеслав Провозов. Также, в комедии, в Саратовске причисляется легенда советского хоккея Владислава Притиха. Я думаю, многим известно, что он не один раз представлял разрез в Саратовской области в Саратовской области. Это старое медицинское учреждение еще до революции оно было. И сейчас вот Апсека здесь. Это особняк Боррелли. По-моему, есть такая легенда, что он был подарен, он подарил Боррель, подарил это твоей любовницей. Замками Елены. Да. Сейчас гид сказал, что это называли Замками Елены. И это название Елены. Мы опять приезжаем в дом, усадьба Мухамула в Саратовске. И как раз вот видите, у нас уже церковь Талима и Печали. Это сталинская подростка, очень красивое здание. Так, мы возвращаемся снова к тому месту, в эту церковь Талима и Печали. Здесь жил саратовский епископ, и вся эта площадь принадлежала церкви. А это считается как бы домовая церковь. И на втором этаже этого здания... Ну, это архиерейские ряды. Название. Для прибывающих саратов священных служителей. Вся площадь принадлежала церкви. А также они принимают тебя специально. Напротив архиерейского ряда сейчас здесь находится корпус государственного оградного университета Никита Банилова. С 1793 года здесь входила деревянная протестантская церковь в Кирхо. А в 1879 году была вторжена карьерная церковь Святой Девы Марии. Которая в годы советской власти не использовалась назначением. В ее здании располагалась и филармония, и губльный театр. А также, прошу прощения, забыл сказать, такой факт, что в крайне удалимая печаль в советские годы была также... ...планетария. Вот, ну и, наверное, наша экскурсия закончена. Все, наши сурсы закончены сегодня.